МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Вот о чем расскажем сегодня в первый рабочий день Нового года. Пандемия еще не закончилась, а мораторий на банкротство отменен. Что это будет означать для наших предпринимателей? Шумное начало года на родине доллара. Как это может отразиться на отечественном рублей? Стоит ли хранить деньги в другой мировой валюте? Не выкидывайте, а лучше отдайте на корм животным, где новогодним елкам дарят вторую жизнь. Проверка на местах. Министр строительства Алтайского края Иван Гилев отправился в камень на Абии Славгород, чтобы проконтролировать ситуацию с теплой водоснабжением. Такое распоряжение дал глава региона Виктор Томенко во время первого в этом году аппаратного совещания. Посвящено оно было, в частности, коммунальным проблемам. В первые дни 2021-го камень на Абии отметился целой чередой аварий. Так, 1 января в одной из котельных города остановилась система подачи угля, из-за чего температура во многих домах резко понизилась. Подобная поломка через два дня произошла уже на другой котельной. Также аварии были и на одном из энергообъектов Славгорода. К счастью, на отопление это не повлияло. Тем не менее, все это вызвало шквал возмущения в соцсетях. Температура воздуха практически во всех районах края в эти дни опускалась до минус 30 и ниже. Люди боялись, что поломки приведут к заморозке труб и еще более сильным повреждениям. На водопроводе там у них день через день какие-то аварии в камне происходят, что тоже на систему водоснабжения влияет. В Славгороде вроде ситуация налаживалась, но люди жалуются и много жалуются. Поэтому прямо на этой неделе туда сделайте выезд. Крупный порыв в теплосети произошел сегодня в Барнауле на улице Попова. Как сообщает городской паблик, под давлением труба дала течь. В эпицентре пары под дождем из кипятка оказалось несколько машин. Спасти их было непросто. Порыв произошел примерно в час дня. По информации, которую нам удалось получить в СГК, теплотрасса стоит на балансе одного из потребителей промышленной зоны. К вечеру выход воды остановили, жилые и административные здания не попали под отключение. А тем временем в России зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Инфицированный прилетел из Великобритании до закрытия границ. Но, по мнению главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, британский вирус нельзя назвать более опасным, а вот заразиться им проще. Но систему диагностики в России ловит и этот штамм. А на Алтай число вновь зараженных коронавирусом уже второй день составляет 198 человек. Выписанных по выздоровлению на сегодня 162. При этом статистика по умершим по-прежнему высока. Сегодня скончалось 12 пациентов. Все от коронавируса. На лечении в госпиталях находится 1752 человека. Тяжело больных 349. Из них на ИВЛ 89. Кстати, в стране стартовала выдача паспортов в вакцинированных. Сертификат о поставленной вакцине от коронавирусной инфекции любой желающий может получить на сайте госуслуг в личном кабинете сразу после процедуры. По мнению инициаторов этого нового введения, такие паспорта в частности помогут упростить россиянам при туристических поездках подтверждение того, что у них есть прививка. Как отмечают в Федеральном Минздраве, в будущем в паспорта будут вносить данные о других прививках. Впрочем, некоторые эксперты еще до начала выдачи документа были против. По их мнению, в этом есть признаки нарушения прав граждан. Отметим, в Алтайском крае на данный момент вакцину «Спутник Ви» получило около 600 человек. В основном это врачи и учителя. В наступившем году в крае планируют привить около 700 тысяч человек. Лишить родительских прав, вернуть похищенные средства и дать реальный срок. Этого сегодня требовали 30 барнаульцев в зале Октябрьского суда. Все они купили несуществующие путевки за границу в одну из турфирм города. Судебная тяжба с директором компании длится почти год и, кажется, близится к финалу. Репортаж Валентина Аскеровой. Девушка не сольская. Ее только наказаться у меня только за это. Лица не отворачивает, слегка опускает глаза. А в зале суда обвиняемая одна. Все остальные потерпевшие. Они просят реальный срок для экс-директора турфирмы «Турлидер плюс» Дарьи Праведной, которая в 2018 году взяла с них деньги за заграничные туры. Вот только отдыхать никого не отправила. В списке пострадавших 30 человек. Общая сумма ущерба больше 5 миллионов рублей. В среднем один клиент потерял по 200 тысяч рублей. Я хочу сказать большое прощение за такую ситуацию, которая сложилась у потерпевших. Государственный обвинитель требует взять праведную под стражу и лишить ее свободы на 4 года. Адвокат считает такое наказание для своей подзащитной чрезмерно суровым. Прокуратура еще год назад объясняла, как неправедно действовала праведная. Она привлекала клиентов низкими ценами по сравнению с другими фирмами, помогала людям взять кредит, а затем якобы бронировала туры. Но сам продукт сделки до клиента не доходил. И попросить устроить подсрочку наказания до достижения ребенка 18-го, так как никому не было данными лишних испытаний. Что 4 года сейчас ей на прениях было объявлено, я даже считаю, это маловато, потому что столько людей пострадало из-за нее. Когда защитник сказал, что вообще она ни в чем не виновна, и надо подумать о том, что у нее ребенок растет, в голове не укладывается. Я педагог по образованию, думаю, почему же она о ребенке о своем вообще не думала все года. Люди требуют наказания, некоторые даже все 6 лет лишения свободы. Считают, несовершеннолетний ребенок обманщицы не повод смягчать приговор, а лишь повод лишить обвиняемому родительских прав, говорят потерпевшие. Вердикт суда мы услышим через неделю. Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. С начала года в Алтайском крае произошло более 200 пожаров. Почти все в жилом секторе. Основные причины ЧП – неосторожное обращение с отопительными печами, электроприборами, а также курение в доме. В итоге за 10 дней в регионе огонь унес жизни 15 человек. И буквально сегодня ночью в Калманском районе во время пожара погибла женщина. Мы констатируем, что с начала года у нас увеличилось количество пожаров на территории Алтайского края более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, с аналогичным периодом прошлого года. 51% из всех пожаров, которые произошли за новогодние праздники, это произошло именно из-за нарушения эксплуатации печеного отопления. Также в МЧС предупреждают, в ближайшие дни Алтайский край накроет метели, сильный ветер, на дорогах снежные заносы и гололедица. К слову, в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. Водители призывают соблюдать скоростной режим, а при возможности и вовсе отказаться от дальних поездок. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и деревья. Если возникла угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. С этого года в России увеличили сумму прожиточного минимума. Теперь на душу населения эта цифра составляет 11 653 рубля, что почти на 200 рублей больше, чем ранее. Минимум для трудоспособного населения 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров чуть больше 10 тысяч. По оценкам Минтруда, повышением род затронет почти 4 миллиона граждан, в том числе и жители Алтайского края. Получать будем чуть больше, и, возможно, стоит подумать о накоплениях. С этим вопросом в 2021 может быть не так гладко. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Как говорят некоторые эксперты, это может повлиять и на Барнаул. Мол, такие акции способны пошатнуть политическое устройство штатов, рухнет экономика, следом доллар, а в этой валюте многие хранят деньги. Возможно ли такая трагическая ситуация, мы узнавали у региональных экспертов. Победу на выборах одержал кандидат от демократов Джо Байден. Многие республиканцы не согласились с результатами. Вышли на митинг, к улюминации которого и стал захват Капитолия. Некоторые российские эксперты уверены, что такие политические акции могут повлиять на американскую экономику. Мол, доллар на грани обвала. А ведь прежде мы считали его главной валютой для сбережения накоплений. Так, американские республиканцы могут повлиять на барнаульский средний класс. Другие эксперты называют захват Капитолия обычным проявлением специфики американской политики. Это шоу, без которого американские выборы не обходятся, и оно не угрожает к курсу доллара. Для Америки это некий такой, ну, один из элементов, который сильно ни на что не влияет. Плюс, все-таки, вот эти вот протесты, которые там постоянно происходят с разгромами магазинов, с разгромами там всего вокруг, да, они периодически потрясают. Это, тем не менее, не сказывается именно на политической устойчивости. Пока не сказывается. По словам политолога, во внутренней политике Америки есть проблемы, но их последствия проявятся только в следующем десятилетии. Другой эксперт, экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг, хоть и не считает погромы и штурмы муниципальных зданий проявлением демократии, называет американскую политическую систему относительно устойчивой. При этом в марте-апреле 2020 многие поддались панике и резко решили продавать доллары. Причиной были новости о предполагаемом падении американской валюты, которая так никто и не увидел. Сейчас история повторяется. Пока вот ни в том, ни в другом, так сказать, экспертном сообществе не видно того, чтобы сказали, ну вот там, такого-то числа там, или там, в таком-то месяце, там, все, Америка обрушится, доллар, так сказать, пойдет и так далее. Ничего подобного не видно. Спокойно можно жить, так сказать, и работать. Но при этом, по словам Ижболдина Кронберга, с американской политикой и экономикой может случиться непредсказуемая беда в любой момент. Пример того, что случается, это всегда неожиданно, девальвация в России 90-х. Этот же пример привел и специалист по мировой политике Сергей Асеев. По его мнению, активы некоторых крупных американских корпораций переоценены. Например, акции компании Лона Маска стоят в десятки раз больше, чем закрепленные за ними недвижимость и технологии. Это и ситуация Великой Депрессии, и эта ситуация мы проходили в функциональной стране, это ситуация МММ. Когда стоимость бумаг подтверждается и обеспечивается только спросом на них, дальнейшим спросом на них новых и новых покупателей. То есть мы получаем некую цикличность перепродажи и некую цикличность их увеличения, их массы. Вера в платежеспособность доллара это, по сути, последнее его обеспечение. А такие политические акции, как захват Капитолия, вечная блокировка твиттер-аккаунта Трампа, по мнению Сергея Асеева, вызывают вопросы к стабильности политической системы США. То есть и вопросы к стабильности валюты. И все-таки, как выразился один из экспертов, доллар – это даже не погода. Точно предсказать колебания его курса невозможно. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. Мораторий на банкротство, который действовал большую часть 2020 года, больше не действует. В апреле этот запрет ввели как меру поддержки предпринимательства в условиях растущей пандемии. А между тем, многие алтайские бизнесмены уверены – мораторий следует продлить еще на полгода, а может и больше. Только в этом случае он окажет настоящую поддержку пострадавшему бизнесу. Так, председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц объясняет, у многих проблемы только начинаются, а банкротство, процедура небыстрая и занимает от нескольких месяцев до года. Если мы представим, что предприниматели столкнулись с проблемами как раз в марте-апреле, то последствия этих проблем они как раз хронологически подойдут именно вот в начале этого года, в первом квартале этого года. Оптимальным, по мнению Фрица, было бы продлить мораторий, если предпринимательское сообщество Края решит, что эта мера необходима, то будет составлено письмо в адрес президента России, премьер-министра, а также в Государственную Думу. По его словам, сейчас сложно предоставить конкретное количество пострадавших малых и средних предприятий от пандемии, но примерную оценку можно сделать следующим способом. Из 37 тысяч предпринимателей Края, около 8 тысяч до сих пор не определились на какую систему налогообложения они перейдут в этом году. Юрий Фридс уверен, это косвенное свидетельство того, что последние могут попросту закрыться. Отметим, в конце прошлого года эксперты журнала Forbes также предсказали рост числа банкротств малых предпринимателей в первой половине 2021 года. Новогодние праздники закончились, елки вновь становятся ненужными. С начала января хвойные деревья выставляют у подъездов. Их, конечно, забирает рекоператор, хотя это не совсем стандартный мусор, в Барнауле призывают отправить ненужные ели, сосны, пихты туда, где они будут нужны даже после Нового года. А вот куда и как присоединиться к этой акции расскажет Никита Ермаков. Едва закончились праздники, как зимнюю красавицу выставляют на улицу. Хотя претензий к ней нет. Посмотрите, хвоя еще не осыпается. Таких одиноких и брошенных у подъездов с каждым днем все больше. В общей куче больше ненужным деревьям не скучно, да и не нужны они только хозяевам. Последние годы общественники призывают не выбрасывать хвойные деревья сохнуть на улице, а дарить им вторую жизнь, утилизировать на корм животным. Для того, чтобы деревья дошли до зверей, в Барнауле действует акция «Елки-палки». Мы более 600 елок, точная цифра 640, передали в приют «Ласка», также в конно-спортивный клуб «Тандем», на Страусиное ранчо и Алтайский центр ипотерапии. Хвоя для зверей настоящее лакомство. Ее с удовольствием едят копытные лоси, олени, козы, лошади, не брезгуют даже верблюды. Специалисты подчеркивают, хвоя укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение животных. В городе уже действует несколько точек сбора акции «Елки-палки». Одна из таких на парковке крупной сети стройматериалов, а также на территории пяти управляющих компаний ТСЖ. Все адреса вы можете посмотреть в группе социальных сетей «Мусора больше нет Барнаул». А елки, неподходящие под корм, отправят на переработку и производство МДФ-плит. Кстати, по словам организаторов, в последние годы мода на натуральную елку падает, а вот искусственные выходят в тренд. Если раньше после праздника в Барнауле собирали по 100 тысяч елок, то сейчас в пять раз меньше. Я могу здесь сказать, что это хорошо, если искусственная елка используется 20-30 лет. Если искусственную елку менять каждые пять лет, либо каждый год, к сожалению, она наносит не меньше экологический ущерб, чем срубленная настоящая елка. Поэтому, если у вас есть искусственная елка, пожалуйста, пользуйтесь как можно дольше. Так праздники не навредят природе, считают организаторы акции. Продлится она до 24 января включительно. Все это время все желающие могут принести свои деревья в пункты сбора и позволить елочкам принести пользу, а не собирать на себе уличный мусор. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню. 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...